Привет, друзья! Середина декабря, во всех кинотеатрах вовсю идет новая часть Звездных войн, Последний джедай, и, наверное, это отличный повод открыть фигурку Кайло Рена, которую я купил полгода назад. Это фигурка от Hasbro, есть у меня еще две. Это Оби-Ван Кеноби из коллекции 2013 года, я его купил на барахолке рублей за 20. И есть чисто китайский такой вот Дарт Вейдер, купленный на сдачу на Алиэкспресс и вышедший мне порядка 140 рублей. Про него я даже снимал отдельный ролик у себя на канале. Кайло Рен из набора по фильму Звездные войны. Пробуждение силы обошелся мне в районе 270 рублей, хотя по фулл прайсу на нем стоял какой-то совершенно конский ценник, что-то вроде 800 рублей, и за эти деньги я бы его, конечно, брать не стал. Как можно увидеть, коробка выполнена из плотного картона, на передней части шикарный арт-персонажа и логотип Star Wars. Сзади краткое описание самого героя, вернее злодея, образцы других фигурок серии, а также схема некоего бонусного аппарата, который можно собрать, если купить весь набор. Внизу видно лого Дисней и Hasbro, по-русски почти ничего не написано. Вскрываем. Даже как-то жалко упаковку резать. Ну всё, Кайло Рен на свободе. Берегитесь, джедаи. Высота фигурки сантиметров 7. Небольшое количество точек артикуляции – фирменный знак этой серии. Хотя у Дарта Вейдера из Китая крутятся практически все части тела, но как-то по-дурацки. Очень не хватает сгибов на локтях и коленях. Можно было бы сделать массу классных фоток. На ощупь фигурка приятная. Вот капюшончик даже сзади приподнять можно. Меч он держит хорошо, крепко. А вот у Дарта Вейдера меч постоянно вываливается. Но это, наверное, потому что он уже старый. Вы ведь, кстати, знаете, что это родственники? Вроде бы это не спойлер. Также в комплекте идут усиливающие механизмы, которые можно одеть на руки Кайло Рена, которые, в свою очередь, тоже являются частью того самого бонусного агрегата с обратной стороны упаковки. Наверное, это как-то должно мотивировать на приобретение всего набора. Фигурка, в общем, мне нравится. А если она нравится и вам, то ставьте лайк, и в следующем выпуске я распакую Джаджа Винкса. Субтитры подогнал «Симон»!